Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Я думаю, все вы согласитесь с тем, что мат пешкой на самом высоком уровне встречается крайне редко. Такого рода матовая конструкция в партиях супергроссмейстеров встречается, возможно, раз на несколько сотен тысяч партий. И это действительно уникальное явление. Сегодня мы с вами рассмотрим очень интересную боевую партию двух известных гроссмейстеров. Белым играл российский шахматист, сейчас представляющий Канаду Евгений Бореев. А черными легендарный украинский гроссмейстер, любимец многих болельщиков шахмат по всему миру Василий Иванчук. Д4 сыграл Евгений Бореев, а Иванчук ответил конь Ф6. С4 Е6, конь С3 и слон Б4. Защита Немцовича. Белые играют ферзь С2, Д5 А3. Размен на поле С3 и конь Е4. Ферзь отходит обратно С5. Очень активная игра со стороны Иванчука после взятия конь С6. Размен на Д5 и конь Ф3. Ферзь Ф6. Играет Иванчук. С4 Е3, слон Ж4 и слон Е2. Соперники делают рокировки. Ладья ФЕ8 и слон Д2. И в этой, казалось бы, спокойной позиции Василий Иванчук двигает вперед свою изолированную ферзевую пешку. Имея в виду не столько взятие на Е3, как продвижение на Д3. Что возможно в ряде вариантов. Но Евгений Бореев не реагирует. Просто ставит ладью на Д1. Происходит размен на Д2. Ладья АД8. Ферзь С1. И Иванчук толкает вперед свою проходную. После взятия ладья Д3, слон Д3. Размен на Ф3 и конь Е5. После слон Е4 забираем на Ф3. И партия очень быстро перешла вот в такое тяжелофигурное окончание с лишней пешкой у белых. Конечно, компенсация у черных есть. Это ослабленный белый король. Да, и здесь черным волю они быстренько организуют мат наподобие вот такого. Но, конечно, Евгений Бореев использует имеющийся у него темп для того, чтобы согнать ферзя черных с активной позиции. И он ставит ферзя на Д1, предлагая переход в очень плохое для черных ладейное окончание. Поэтому, конечно же, Иванчук отказывается, нападая на пешку С5. Бореев ее защищает. Форточка ладья Е1 и А5. Е4. В этом положении, конечно же, в случае взятия на Е4 происходил размен и переход вот в такое ферзевое окончание, в котором, по сути, ни у белых, ни у черных нет преимущества, несмотря на формально лишнюю пешку белых. Конечно, в этой позиции активный черный ферзь и слабость белого короля в какой-то момент дадут возможность Иванчуку объявить вечный шаг. Но все-таки здесь Иванчук не спешит забирать центральную пешку, дает шаг. После короля Ф1 разменивается на Б4 и здесь уже берет на Е4. Ключевой момент партии. Борееву стоило все-таки забрать на Е4. Конечно, таким образом он расставался с шансами на победу, так как ферзевый эншпиль после взятия на Е4 абсолютно ничейный. Ферзь Д8, король Аш7, ферзь Д7, забираем ферзь Ф5. Ну и здесь получается вечный шаг. Так или иначе, ничья здесь неизбежна. Но ферзь Б1 сыграл Бореев, видимо, стараясь все-таки выиграть эту партию. По сути, он связывает ладью, но, конечно, можно развязаться. Дает шаг Иванчук и после король Ж2, ладья Ж4. Я, конечно, далек от мысли, что шаг ферзь А6 в Бореев зевнул, но, так или иначе, сейчас начинается очень сильная атака на белого короля и Борееву нужно демонстрировать здесь исключительную компьютерную точность. В этом положении самым безопасным был ход королем на Ф3. Ладья Ж6, ладья Е8, король Аш7 и ферзь Е4. Покуда черная ладья связана, белым ничего не угрожает. Позиция примерно равна. Но Бореев отступил королем на край доски, чем увеличил шансы своего соперника на успешную охоту на белого короля. Ладья Ж6. В этом положении следовало дать шаг, чтобы использовать все тот же мотив связки черной ладьи. Ладья Е3 и ладья Ж6 связана, белая пока что вне опасности. Но Бореев здесь совершает очень грубую, решающую ошибку, играя ферзь Ф5. Иванчук ставит ферзя на С6, имея в виду шаг, ферзь Ж2. Ладья Е4, ладья Ж5, нападая на ферзя. Тот отходит на Ф3. Ферзь Д7, король Аш4 и ладья Ж1. Здесь, конечно, становится очевидным, что вот такое расположение на краю доски белого короля очень и очно опасно для его здоровья. Причем опасность исходит не только от тяжелых фигур черных, но и от черных пешек. Ферзь Е3 играет Бореев, ферзь Ф5, шаг, король Аш7. И здесь связал ферзя Бореев, казалось бы, переходит владейное окончание и находится вне опасности. Но после хода Ж5 белым пришлось сдаться. Действительно, ферзь связан, но ходить-то он может. После короля Аш5 был бы ход ферзь Ж6. Ну и после размена вот такой очень пикантный и красивый мат пешкой. Согласитесь, красочная картина. Тут король тоже помог, защитив пешки Ж6 и Аш6. Основной удар нанесла пешка Ж, ну а ладья сторожит поле Ж4. Вот такая очень интересная боевая партия, в которой именно Иванчук был главным забиякой. Он затеял вот эту драку и в конце концов заставил Бореева ошибиться. Переоценил российский гроссмейстер свои шансы и дал возможность Иванчуку вот так красиво закончить партию. В принципе, такие ошибки случаются и даже на самом высоком уровне. Шахматисты переоценивают свои силы и хотят выиграть, но в итоге не достигают и ничьей. Надеюсь, что данная партия вам понравилась. В этом случае не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал Шахматы для всех, оставляйте свои комментарии. Благодарю вас за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok